Здравствуйте, уважаемые родители! Сегодня мы с вами поговорим об, я думаю, проблеме, достаточно актуальной, поскольку многие из вас находятся в режиме самоизоляции, находитесь дома, находитесь дома с вашими детьми. Сейчас как раз есть время и самая, в общем-то, актуальная проблема – это о том, как сохранить здоровье ребёнка, как повысить его иммунитет. Особенно это актуально для детей с определёнными особенностями. В развитии с какими-то заболеваниями, потому что это дети из группы риска. И, соответственно, очень нежелательно, чтобы они заболели. Не только коронавирусной инфекцией, а вообще любой инфекцией. Сейчас сезон, весна, и, соответственно, самое время подумать о том, как укрепить иммунитет, как вести себя, как использовать правильно то время, которое вы, в общем-то, получили для того, чтобы находиться побольше дома. Итак, очень важно, поскольку всё-таки определённые ограничения в движении есть у детей, очень важно поддержать их физическую форму и, соответственно, повысить их иммунитет. Но не надо забывать вот о чём. Что здоровье ребёнка начинается с организации здорового образа жизни в самой семье. Это не только какие-то физические моменты, это не только моменты правильного питания, но это ещё и эмоциональный климат в семье, климат спокойный, благоприятный, радостный, с положительными эмоциями, потому что всё остальное, оно очень негативно сказывается на состояние иммунитета ребёнка, и чем напряжённее обстановка в семье, тем больше риск заболевания ребёнка, соответственно, и снижение его иммунитета. Важно, несмотря на то, что ребёнок дома, не посещая детское учреждение, важно придерживаться определённого режима дня. Это и вовремя ложиться спать, это и вовремя вставать, это и определённые часы для приёма пищи, они не должны быть хаотичны, они не должны быть тогда, когда захочется. Ребёнок должен понимать, что есть время еды, есть время отдыха, игр, есть время, скажем, каких-то упражнений, есть время для чего-то другого, для каких-то занятий. То есть всё это должно быть упорядочено, желательно соблюдать тихий час, то есть по днём, даже если вот ребёнок как бы раньше не спал, то просто дать ему возможность отдохнуть. Это, скажем, да, пример. Но понятно, что режим дня подбирается индивидуально, поэтому нет догм, что вот в такое-то время должно быть то-то, то-то, то-то. Просто если это ребёнку подходит, если это так принято в вашей семье, то это должно быть... к этому должно придерживаться. То есть ребёнок должен понимать, что он живёт упорядоченно. Это обеспечивает уравновешенное, бодрое состояние ребёнка и, самое главное, предохраняет нервную систему от переутомления и даёт возможность полноценного развития. Очень важно в этот период, период каких-то ограничений движения, уменьшения физической нагрузки, очень важна физическая культура. То есть определённые упражнения, гимнастики, подвижные игры, закаливания, организм становится выносливее. Это укрепляет иммунитет. Давайте поговорим немножечко про гимнастику, про зарядку обычную. Я попробую рассказать вам о ней подробно, дать какие-то примеры тех или иных упражнений. Поэтому вы можете записать, вы можете потом это видео просматривать и как бы выучить. Но примеры я вам дам. Это не обязательно именно следовать именно такому примеру. Это просто как пример, который вы можете использовать именно в том виде, в котором я вам скажу. Во-первых, комната, где занимается зарядка ребёнок, должна быть хорошо проветриваемая. Температура не должна быть больше или меньше 20-22 градусов. Ребёнок должен хотеть делать упражнения и лучше использовать это в качестве каких-то игр, для того, чтобы ребёнок, ну, ему было интересно. Не нужно допускать переутомления. Если вы чувствуете, что, как бы, да, уже хватит, даже если он не выполнил норму, то лучше перестать отвлечь его, чтобы на следующий день ему хотелось и было удовольствие продолжить упражнение. Соответственно, важное физическое состояние ребёнка. Одни могут делать больше, другие могут делать меньше. Но надо учитывать, что если мы регулярно выполняем утреннюю гимнастику, то это способствует не только укреплению иммунитета, но и развитию правильной осанки, тренировке внутренних органов, налаживанию правильного дыхания, что особенно актуально в свете особенностей развития коронавирусной инфекции, то есть внутренние органы начинают лучше функционировать. Правильная утренняя гимнастика должна включать в себя самые разные упражнения, но важное, чтобы это был бег, подпрыгивание, упражнения для разных мышечных групп, длительность. Не надо делать гимнастику больше 10-12 минут, ну и лучше делать не меньше 5, то есть от 5 до 12 в среднем, с учётом, конечно, индивидуальных возможностей ребёнка, возраста и развития, возможностей, то есть что он может, что он не может делать. Но, скажем, для игры, с учётом игры лучше использовать мяч, где-то примерно оптимальный вариант, это диаметр 20 сантиметров. Ну, например, исходное положение, прямая спина, плечи ровные, мы поднимаемся на носки, поднимаем руки вверх, подбрасываем мяч и ловим его, и возвращаясь в исходное положение. Повторять 5-6 раз. Да, и ещё хочу сказать, что всегда наиболее эффективна эта работа совместно с ребёнком. То есть вы делаете зарядку всей семьёй, это и хорошо и для вас, и для ребёнка, и для микроклимата в семье. Это совместные занятия, в том числе и физкультуры, всегда сближает. Дальше следующее упражнение. Исходное положение. Мяч зажат между ступнями. На счёт раз-два поднимаемся на носки, руки назад, вверх прогибаемся, вдох. На счёт 3-4 возвращаясь в исходное положение, выдох. Повторяем 6 раз. Итак, между ступнями мяч, руки поднимаемся на носки, руки назад, вверх прогнулись, вдох делаем. На счёт 3-4 возвращаемся в исходное положение, выдох. Следующее упражнение. Сидя, ноги врозь, мяч у правой ноги. На счёт 1-2-3-4 стопой правой ноги, катим мяч к левой ноге. Руками себе не помогаем. На счёт 5-6-7-8 катим обратно. Повторяем 4 раза. Сидя, ноги врозь, мяч у правой ноги, катим его к левой ноге, к левой стопе, и потом обратно. Каждое упражнение на 4 счёта. И следующее упражнение. Сидя по-турецки, ну, знаете, да, ноги скрещивают, мяч на полу, поддерживаем его ладонью правой руки. На счёт 1-2-3-4 катим его вокруг себя к левой руке, вокруг себя, да, через спину. Ну, ноги не отрываются. На 5-6-7-8 катим его обратно. Повторяем 6 раз. Да, и так, сидя по-турецки, мяч под правой рукой, катим его по окружности через спину к левой руке, и наоборот. До 6 раз мы делаем это упражнение. Дальше. Исходное положение. Сидя на полу, ноги прямые, мяч зажат между ступнями, руки сзади в упор. На счёт 1-2 поднимаем прямые ноги, не выпуская мяча, и перемещаем их вправо. На счёт 3-4 возвращаем исходное положение. На счёт 5-6 перемещаем прямые ноги, удерживая мяч влево. На счёт 7-8 возвращаем их обратно. И так, повторяю, сидя на полу прямые ноги, мяч зажат между ступнями, поднимаем прямые ноги, упираясь руками сзади на 1-2, 3-4 опускаем обратно, 5-6 поднимаем ноги, поворачивая их в другую сторону, и их опускаем на счёт 7-8. Следующее упражнение. Лёжа на спине. Мяч в руках над головой. На счёт 1-2-3-4 поднимаем ноги вверх и передаём им мяч. На счёт 5-6-7-8 возвращаем в исходное положение. Повторяем 6 раз. Итак, лёжа на спине, мяч над головой. На счёт 1-2-3-4 поднимаем ноги вверх и мяч передаём ногам. Вот. И на счёт 5-6-7-8 опускаем ноги, которые удерживают мяч. И дальше делаем обратную ситуацию. Следующее упражнение. Исходное положение. Стоя на одном колене, другая нога на мяче, руки на поясе. На счёт 1-2-3-4 покатаем мяч с тобой вперёд-назад, сохраняя равновесие. На счёт 5-6-7-8 покатаем, возвращаемся в исходное положение и передаём мяч другой ноге. И так повторяем 4 раза. Значит, стоим на одном колене, другая нога на мяче, руки на поясе и катаем мяч с тобой вперёд-назад. Следующее упражнение. Прыжки на месте с мячом, который зажат между ногами. Две серии по 20 прыжков. То есть делаем 20 прыжков, отдыхаем до 5 секунд и ещё одну серию по 20 прыжков. Момент отдыха можно использовать чередовая с ходьбой на месте или по кругу. Значит, вот видите, совсем немного упражнений, хватит где-то минут на 10-12 и, пожалуйста, используйте это для того, чтобы ваш ребёнок был более активный и более здоровый. Следующая процедура, которую нужно использовать сейчас и очень удачно начинать её весной, это закаливание. Закаливание – один из способов повышения иммунитета, причём сопротивляемость организма при колебании температуры внешней среды. Это очень такой негативный фактор в развитии заболеваемости и повышение сопротивления организма к таким колебаниям – это определённый вклад в повышение иммунитета. Самое главное в закаливании – это система. Закаливающие процедуры можно проводить во все времена года, но если есть такая возможность сегодня, можно начинать сегодня. Значит, начинать нужно с влажных обтираний, постепенно переходя к местным обливаниям, к местным ваннам, обливанию ног и душу. Очень важно следить за ребёнком, если у него появляется дрожь, гусиная кожа, значит, температуру резко понизили или преждевременно уменьшили. Поэтому её нужно повысить и дождаться, чтобы кожа ребёнка была комфортной. Если такое случилось, нужно растереть ребёнка до покраснения, одеть и дать выпить чего-нибудь тёплого, чаю, горячего, бульона, что-то согревающее. Итак, начинаем закаливание, начинаем водное закаливание с влажных обтираний. Температура воды, при которой мы начинаем, порядка 33-35 градусов. Постепенно, через 5-7 дней, можем на 1 градус снизить и так довести до 26 градусов. Обтирать следует руки, спину и грудь. Постепенно, когда мы доведём температуру до 26 градусов, можно переходить к местным ваннам. Они могут быть для рук и для ног. Ручные ванны можно делать часть игры. Ну, например, предложить ребёнку искупать куклу или любую игрушку, постирать, помыть и так далее. Важно, чтобы исходная температура начала местных ванн не была меньше и больше 28 градусов и постепенно понижалась до комнатной температуры. Ножные ванны особенно цены, потому что они оказывают не только местное, но и общеукрепляющее воздействие на организм. Лучше всего проводить их после дневного или ночного сна. После сна. Почему? Потому что ноги должны быть тёплые. Начальная температура воды для ножных ванн не меньше 36 градусов. Постепенно её снижают по градусу в день, доведя до 24 градусов. Полезно, чтобы в этот период в момент ванны ребёнок проводил движения ногами. Это тоже можно использовать как игру, какие-то волны, какие-то там море, вот, имитировать и так далее. Вот, соответственно, не более трёх минут. Начинаем от одной минуты, постепенно увеличивая время и до трёх минут. После этого ребёнка тщательно растираем мягким полотенцем до покраснения кожи. Обливание ног. Обливание ног проводится разными способами. Он может... Ребёнок можно посадить на низкий стул, ноги положить на брусок, на дне таза или на решётку. Температуру снижают от 35 до 20 градусов. Продолжительность процедуры 20-30 секунд. После обливания ребёнка тщательно вытирают и до покраснения, и согревают ноги. Можно надеть шерстяные носочки. Общее обливание, когда вы уже до этого дойдёте, обливать можно целиком из лейки, ведёрка, кувшина. Голову обливать не нужно. Не надо этого делать. Лейку или кувшин держим на расстоянии 30 сантиметров от тела. Ну, практически это делается так. Посадите или поставьте ребёнка в таз или ванну. Облейте спину. При этом ребёнка нужно держать чуть-чуть наклонно вперёд. Затем отвести голову назад и облить грудь и живот. И, наконец, обливайте по очереди правое и левое плечо и руки. После этого разотрите ребёнка до суха и обязательно оденьте, обязательно согрейте. при первых сеансах любого закаливания температура не должна быть меньше 37 градусов, постепенно снижая до 28 минус 1 градус каждые несколько дней в зависимости от возраста и времени года. В холодное время, понятно, температура воды должны быть выше и интервалы её снижения должны быть длиннее. продолжительность процедуры обливания до 40 секунд. После общего обливания кожа ребёнка может бледнеть. Ничего страшного, это нормальная реакция сужения сосудов. Затем она покраснеет, потому что сосуды будут расширяться. Ну, ещё одно, раз уж мы об этом заговорили, эффективное средство закаливания, это душ. Здесь, помимо температурного фактора, ещё фактор механический, потому что струя воды, особенно под достаточно сильным напором, оказывает на нервную систему возбуждающее действие и стимулирует её функциональные способности. температура воды под душем должна быть не менее 37 градусов. Опять же, постепенно её снижают до 28. Надо помнить, что у детей с повышенной нервной возбудимостью вода должна быть более тёплой, порядка на 2-3 градуса выше. продолжительность процедур водных не надо делать больше 1-1,5 минут. Абсолютно нет смысла. После душа ребёнка сразу же вытирают насухо, одевают тепло, и, в общем-то, он будет чувствовать себя хорошо. Значит, смотрите, на самом деле ничего сложного нет, ничего нет такого, чтобы вызывало затруднения, поэтому пользуйтесь моментом, занимайтесь своим ребёнком, и желательно, чтобы всё это, повторяю, делалось всей семьёй, включая бабушек, дедушек и так далее. Во-первых, это полезно вам тоже, во-вторых, это является эмоциональным положительным моментом для всей семьи, в-третьих, это укрепляет микроклимат в семье, ну и, соответственно, через это нервная система ребёнка становится крепче, а через неё уже укрепляется иммунитет, и ребёнок становится более устойчивым к проникновению различных вирусов и микробов, в том числе и коронавирусной инфекции. Так что берегите себя, занимайтесь ребёнком, всего вам доброго и до новых встреч. Спасибо за то, что вы слушали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова